Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Трактора отечественного производства в Чувашии будут производить импортозамещающую технику малой и средней мощности. Экономическая целесообразность региональной власти разрешили строителям продолжать работу при жестком соблюдении правил дезинфекции. Помощь помощникам предприятия и организации передают волонтерам средства защиты. На 21 апреля по данным сайта stopcoronavirus.rf в регионе 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 летальных исходов. 14 человек выздоровели, двое выписаны сегодня. Это информация Минздрава Чувашии. Больше всего случаев заражения в Чебоксарах – сложная ситуация и в Урмарском районе. Там на утро 21 апреля 16 людям поставлен диагноз COVID-19. Четверо – работники скорой помощи. Большинство пациентов госпитализированы в больнице, однако двое, у кого нет симптомов, лечатся дома. О том, как это происходит и о причинах большого количества заболевших, с главным врачом Урмарской ЦРБ поговорила моя коллега Ольга Алексеева. Два человека находятся на самоизоляции, потому что у них протекают легкие формы, а два остальных были направлены на инфекционное отделение. Дома, который находится с диагнозом COVID-19, за ними как наблюдают, как работа ведется? Значит, это уже разработаны методические рекомендации, и мы согласны этим методическим рекомендациям, есть такое понятие, как аудиоконтроль. Когда по телефону мы общаемся или по видеосвязи общаемся с пациентами, у нас есть чек-лист, где измеряется клиника, смотрится температура, кашель, самочувствие. Это два раза в день. Мы записываем это в дневники, и уже идет назначение препаратов, также согласно методическим рекомендациям. И наблюдаем. Пока у них состояние, так скажем, удовлетворительное, у всех температуры нет, но наблюдаем. Как доставляют препараты, необходимые до них? Ну, во-первых, препараты, которые, препараты они закупают самостоятельно, потому что эти препараты не входят, пока не отработан механизм бесплатной доставки на амбулаторном этапе. Ну, это интерфероны, антибактериальные препараты, ну и различное питье. А самостоятельно каким образом они не могут же выходить из дома? Мы здесь выписываем рецепты, да, 107-й формы О, рецепты выписываем, и потом уже медсестры у нас доставляют им на дом, у нас пациенты не входят. Вот 16 человек, это для района, мне кажется, много. Почему, как вы это считаете? Почему именно в районе, в Урмарском, много выделили? Для района это много, но я хочу сказать, это всего два очага. Первый очаг, конечно, это сотрудники, которые находились две недели в обсервации, там все-таки оттуда у нас пошли 4 человека. Второй очаг, это фикшера, которые заболели буквально в один момент, это 5 человек фикшеров плюс водитель, да. И третий очаг, это мы считаем, что нарушение режима самоизоляции и недостатки с анализом люди все-таки выходят на работу. Это нарушение дисциплины. Какая у вас психологическая атмосфера? Насколько люди боятся, обращаются, может быть, какое состояние психологическое у людей в районе? Сейчас, если первую неделю и вторую неделю самоизоляции люди как-то не очень-то, может быть, серьезно к этому относились, то сейчас у нас участились звонки о том, что люди боятся. В проглосуточном режиме подходят и в отдельный бокс для сдачи анализов. Мы принимаем у всех, направляем в лабораторию. И также рекомендуем, чтобы все люди соблюдали режим самоизоляции. Ситуация с распространением коронавируса в республике хоть и не выходит из-под контроля, но остается сложной. Как мы уже говорили, ожидаемо больше всего зараженных в Чебоксарах. Дальнейшие меры безопасности и особенности работы медиков обсудили в Доме правительства. Пандемия коронавируса – форс-мажор, несмотря на опыт, накопленный человечеством за все предыдущие годы. Российская эпидемиология считается одной из самых авторитетных в мире, но сейчас медработникам приходится очень непросто. Спасибо всем врачам, которые на сегодняшний день активно работают как по основной своей деятельности, так и в связи с этими новыми обстоятельствами, с новой эпидемией. Однозначно можете рассчитывать на всяческую поддержку. Сейчас медперсонал трудится с большой нагрузкой и риском для здоровья. Для приема больных разворачиваются дополнительные специализированные медицинские койки. Алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, особенно с хроническими заболеваниями, отработаны. Необходимой техникой и оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты, больницы обеспечены. У нас есть даже две медицинские консультации. Мы за это время троих пациентов перевели. Проделители медицинских консультаций с республиканскими учреждениями. Остались очень тяжелые пациенты, семь штук. Семь пациентов. На сегодняшний день их четыре. В принципе, вся работа ведется вплоть до переливания крови. В Рио главы республики отметил, необходимо заранее просчитывать возможную динамику распространения коронавируса и быть готовыми к любому сценарию. Задача у нас опережающим темпом готовить соответствующие койки, которые на сегодняшний день уже имеют соответствующее обеспечение и кислородом, и ИВЛ. С тем, чтобы в случае, если будет течение болезни усложняться, чтобы больные могли получить соответствующее лечение. Больные коронавирусной инфекцией иногда проскакивают и в те лечебные учреждения, которые не специализированы для лечения этого вида инфекционного заболевания. И вот здесь яркий пример того, что заложниками оказались и врачи, и пациенты. Очень важно активно выявлять бессимптомные формы COVID-19. По данным прошлой недели, такое течение болезни характерно для 65% заразившихся. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. «Мы вместе! Перле!» – так звучит девиз добровольцев, помогающих людям в условиях ограничений из-за коронавируса. На призыв в Рио главы Чуваши откликаются и жители республики, и предприятия, и общественные организации. Работы у волонтерского центра столько, что помощь нужна и самим волонтерам. Алло, здравствуйте. Анна Петровна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоят из волонтерского центра. Меня зовут Полина. Я вам звоню по поводу заявки на овощной набор. Так, посмотрите. В течение недели волонтеры доставят вам овощной набор. Там будут огурцы, помидоры. Это совершенно бесплатно. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Большая обрада. Спасибо. Таких обращений в день приходит более 250. Они поступают на специальный интернет-ресурс. Волонтеры обрабатывают каждую заявку. Уже вторую неделю волонтеры ездят по адресам, доставляют лекарства, медикаменты, продукты, которые просят у нас люди. Три волонтерских штаба и более 400 тысяч человек. И эти цифры растут с каждым днем. Полина Андреева уже больше года в рядах добровольцев. Признается, сейчас труднее всего. Очень много, к сожалению, одиноких бабушек, которые просят продукты привезти. Потому что приезжаешь и действительно понимаешь, что некому. Вот она одна, она уже плохо ходит, ей уже много лет. И, конечно же, такая помощь очень нужна. Нужно помогать и хочется помогать. Потому что, когда видишь эти эмоции, что люди благодарны, конечно, ты очень трогаешь сердце и понимаешь, что не зря живешь. Между тем, волонтеры рискуют практически так же, как и медики находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. А значит, и сами нуждаются в средствах защиты. Благотворительный фонд «Будь чудом» выделил 150 тысяч рублей на нужды волонтеров. Индивидуальный предприниматель Камзина привезла в волонтерский центр медицинские маски и халаты. Компания «Чеп-Опт» передала тысячу пар медицинских перчаток и 100 защитных костюмов. Мы увидели обращение главы республики Олега Николаева с просьбой к бизнесу, к малому, к среднему, с помощью для наших медиков, для населения. Но мы не смогли просто пройти мимо страной. Также призываем другие коммерческие организации поучаствовать в подобные акции, потому что мы все должны помогать друг другу. И взаимопомощь, она всегда нужна. И все вместе мы справимся с этой сложной ситуацией. Вызвать волонтера можно по горячей линии. Номер вы видите на экране. Стать добровольцем или предложить помощь все желающие могут на портале вместе.кап.ру. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Трактора малой и средней мощности, которые будут производить в Чувашии, должны заменить импортные аналоги. Реализацию инвестиционного проекта обсудили сегодня в формате видеомоста с руководителями федеральных ведомств. Второе совещание спустя две недели. Вокруг нового завода по выпуску тракторной техники объединяются производители комплектующих из других регионов. И вопросы необходимо решать безотлагательно. В ближайшее время должны быть определены конкретные технические требования. Каркас специально-инвестиционного контракта состоящий из технического задания, из предварительного бизнес-плана, из договоренности с поставщиками, из понимания примерного размера инвестиций и направления инвестиций. Какая от нас нужна помощь, чтобы эти процессы у вас прошли более эффективно и более быстро? У нас техническое задание должно быть вписано для современных экологических требований. Это принципиально важно. Там существует два варианта. Как говорили, вот этот первый, серёхметровый двигатель, который разработан, который 130 лошадиных сил. Мы посмотрим, можно ли его привязать. И второе, у них в планах как раз разработка на линейки двигателей для строительно-дорожной тракторной техники. Новая линейка тракторов будет оборудована двигателями с минимальным выбросом вредных веществ и интеллектуальными системами управления. Спрос на технику большой. За год на заводе планируют выпускать порядка 5000 машин. Реализация проекта такого масштаба была бы невозможной без поддержки федерального центра. И в Рио главы республики ею заручился в первую очередь. Для производителей предусмотрены преференции, отметил Олег Николаев. Готовы предоставить максимально возможные формы содействия для того, чтобы этот проект был реализован в максимально кратчайшие сроки и максимально комфортных условиях. Эти решения касаются, прежде всего, части налога на прибыль, части налога на имущество и земельного налога. Очевидно, все эти преференции устанавливаются на самых низких позициях, которые нам предоставляет возможность налоговый кодекс Российской Федерации. То есть нулевая ставка по налогу на прибыль, 0,1 по налогу на имущество и, соответственно, 0,1 по налогу на землю. Обсуждение проекта продолжается. Инвестиционный контракт планируют подписать до сентября. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Порядка 10 строительных объектов в республике сейчас заморожены. На 66 вышли рабочие. Региональные власти разрешили продолжать работу только при жестком соблюдении правил дезинфекции и профилактики. Как это происходит на деле, выявляют во время рейдов. Сегодня проверили трех крупных застройщиков Чебоксар. Утренний фильтр введен для всех, кто задействован на стройке. Каждому проверяют температуру, выдают маски и перчатки. Журнал состояния сотрудников заполняют ежедневно. Места общего пользования дезинфицируют три раза в день. Также после в обед производится уборка дезинфекции. И по окончанию рабочих смены. Все площадки, которые огорожены с точки зрения безопасности, доступ на территорию, он также запрещен для посещения посторонних лиц. Более того, что касается бытовых условий, соблюдается также норма санитарной безопасности в плане обработки тех же самых рук. Места для мытья рук организованы в бытовых городках. При этом есть ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться в бытовках. В ближайшие недели объедем все основные строительные объекты и всех основных застройщиков. Это в первую очередь для того, чтобы нам самим отконтролировать ситуацию. Второе – обратить внимание самих застройщиков на выполнение данных рекомендаций. По данным Минстроя Чуваши, сегодня на строительных объектах региона задействовано более 4,5 тысяч работников и почти 500 трудятся на заводах по производству стройматериалов. При этом строительным организациям запрещено выводить на стройку тех, кто приехал с вахты из Москвы. В Чуваши более 73 тысяч необрабатываемых садовых участков. А это почти 5 тысяч гектаров заброшенной земли. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев поручил органам исполнительной власти и руководителям муниципалитетов навести порядок в этой сфере. Как того требует закон о развитии садоводства и огородничества. Он был принят и на федеральном, и на региональном уровнях. Понятно, садоводов сегодня, с одной стороны, мы понимаем, волнуют проблемы инфраструктурного характера, вопросы развития транспортного обеспечения, вопросы своевременного водоснабжения, подачи электричества своевременного, реализация товаров своих. Есть факты непонятных, как можно назвать грубо, рейдерского захвата разных участков. Таких проблем, конечно, очень много. И еще раз напомню, главой была поставлена задача в ближайшее время провести инвентаризацию всех этих некоммерческих объединений. По предварительным данным Союза садоводов России, таких объединений в Чувашской республике чуть больше, 740. Из них 98 находятся в городах. И под этими некоммерческими объединениями 143 тысячи участков. Из них всего 70 тысяч обрабатываются. По результатам проведенной инвентаризации будет определен дальнейший план работы профильного ведомства. Уголовное дело завели на 37-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый в городе Чебоксары приискал нежилое помещение, где разместил игровые автоматы для проведения азартных игр. В дальнейшем, действуя совместно с группой неустановленных лиц, им были совершены действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения, в том числе были разработаны меры конспирации и защиты от разоблачения. Подыскан и привлечен для работы в качестве оператора вспомогательный персонал. После чего в период с октября 2018 года по март 2020 года на территории города Чебоксары ими был организован игровой салон, где осуществлялась незаконная игорная деятельность с извлечением дохода. У подозреваемого изъяты 39 игровых автоматов, в настоящее время устанавливается размер незаконного дохода. В 2020 году Республика участвует в пилотном проекте по снижению уровня бедности с помощью социального контракта. О ключевой задаче программы и ее реализации в нашем сюжете. В региональном реестре малоимущих граждан числится более 30 тысяч семей. Задача 2024 году сократить это число вдвое. Заключение социальных контрактов с малоимущими будет проходить по четырем направлениям. Об этом доложила на еженедельном совещании министр труда и социальной защиты Чуваши Алена Елизарова. Показание помощи при трудоустройстве. В этом направлении в случае трудоустройства граждане ежемесячно получают дополнительную выплату к заработной плате в размере 10 134 рубля. По второму направлению гражданам предоставляется возможность получить дополнительное профессиональное образование, либо профессиональное обучение. На этот период они получают стипендию в размере 10 134 рубля и, кроме того, оплачивается стоимость курса обучения. После прохождения обучения человек трудоустраивается и его работодателю выплачивается возмещение в размере 15 769 рублей. Это возмещение осуществляется в течение до 9 месяцев. Следующее направление – это открытие собственного дела. Оно предполагает единовременную выплату в размере до 250 000 рублей при условии осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не менее трех лет. Размер единовременной выплаты в данном случае определяется в зависимости от стоимости проекта, который гражданин планирует реализовать в рамках своего дела. Данная поддержка предоставляется гражданам на период до 12 месяцев. В 2024 году планируется заключить не менее 3800 таких социальных контрактов на общую сумму более 376 миллионов рублей. В каждом районе республики созданы межведомственные комиссии. Заявки для оказания государственной помощи пока в условиях пандемии принимаются по телефону. Сегодня профессиональный праздник работников органов местного самоуправления. В Чувашии более 3000 сотрудников администрации сельских и городских поселений и муниципалитетов. Сегодня в Чувашии 300 с лишним муниципальных образований и повсеместно ведется огромная работа по благоустройству, ремонту учреждений здравоохранения и культуры, дорожному строительству, реконструкции спортивных объектов. Кроме того, в задачи органов местного самоуправления входит и создание благоприятного инвестиционного климата, и пополнение доходной части бюджета, и поддержка гражданских инициатив. Активно представляет интересы органов местного самоуправления Совет муниципальных образований. В Чувашии он был создан в мае 2006 года. Это праздник тех людей, от которых зависит наш повседневный житель. Это обстановка на улице, это благоустройство наших дворовых территорий, это работа наших учреждений, культуры, здравоохранения, школ. То есть практически все вопросы, которые находятся в решении компетенции на местах, это вопросы органов местного самоуправления. Программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм действуют в республике с 2012 года. За это время гранты получили в одном только Канажском районе 22 хозяйства. Проекты разные и по масштабам, и по направлениям. Растениеводство, овощеводство, разведение крупного рогатого скота. Помощь государства стимулирует сельхозпроизводителей на новые инициативы. С такого обхода начинается каждое утро Владимира Волынкина. В деревне Новые Челкосы вот уже два года он успешно развивает крестьянско-фермерское хозяйство. В основном разводит овец, число которых за это время достигло 500 голов. Собственное хозяйство – это всегда большая ответственность. У владельцев нет выходных. Животные должны быть сыты, здоровы. По соседству гусиная ферма. В стадии их более тысячи. Дело хлопотное, но и прибыльное, признается фермер Александр Кондрашов. Мясо в основном идет в соседние регионы. Оба фермера в разное время стали участниками программ государственной поддержки. Таких в Канажском районе немало. С момента начатия программы, реализации программы с 2012 года, в Канадском районе также активно участвует Канадский район в этих программах. И наши фермеры, малые фермеры активно участвовали. Из них 22 фермера получили государственную поддержку по разным направлениям. Три фермера начинающие, также один фермер семейный и также один кооператив «Миллотус» по направлению, также первые в республике по направлению производства меда. На эти средства хотят довести поголовье овец до 600 голов, реконструировать и увеличить территорию для прогулок на свежем воздухе, а также обустроить дополнительные теплые вольеры для игнят. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, «Республика». Сегодня поздравление с днем рождения принимает митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. С владыкой встретился временно исполняющий обязанности главы республики. Владыка Варнава Владимир Кедров родился в Рязанской области, но большая часть его жизни связана с Чувашией. В 1976 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви он определен епископом. В 2001 году был возведен в Сан-Митрополита. Олег Николаев отметил, что именно благодаря архиерею в республике были восстановлены многие православные святыни. Неоценим вклад митрополита в объединении людей вокруг традиционных ценностей и укреплении межконфессиальных отношений. Я благодарю Бога и судьбе за то, что уже много лет имею честь общаться с вами, получать ваше благословение на важные для людей богоугодные дела. И, скорее всего, от этого многое получается. Я думаю, что еще много у нас впереди задач. Всевышний нам преподавает все новые и новые испытания, но от этого мы становимся сильнее. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова